Всем привет! Меня зовут Ева Лехцер. Рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео будем с вами рассматривать очередной вопрос. Стоит ли вам совершать покупку и что по итогу она вам принесет? Для чего применим либо подходит этот расклад? Ну, например, когда в течение ближайшего времени, месяца-двух, вы себе поставили какую-то цель, которая по каким-либо причинам для вас, возможно, была неподъемной. Ну, не знаю, покупка квартиры, автомобиля, либо, возможно, для вас это был дорогостоящий отдых, который вы хотите себе позволить, либо телефон. Ну, то есть все то, о чем вы мечтали, но на что-либо не решились потратиться, либо не могли потратиться. И вот у карт мы сегодня будем спрашивать, ставь вопросы именно так. Стоит ли совершать эту покупку? То есть, скажем так, насколько оправданы будут ваши материальные вложения? И что по итогу она вам принесет? Останетесь ли вы ею довольны? Работу я на прямых и перевернутых арканах. Сегодня в работу взяла золотой тару Климта. По традиции у нас у нас будет 8 вариантов. В каждом из вариантов по 2 аркана. Вам необходимо расслабиться, настроиться на расклад. И будете смотреть ту стопку карт, которая вам не искала, либо тот вариант, который вы проговорили для себя заранее. Пожалуйста, проговаривайте свое имя и дату рождения и визуализируйте ту покупку, которую вы желаете. Итак, этот расклад я тоже делаю для себя. Мне очень интересно узнать, стоит ли мне осуществлять задуманную мною покупку. Вот сейчас и проверим. Итак, поехали. Стоит ли осуществлять, что по итогу принесет? Стоит ли осуществлять, что по итогу принесет? И аналогично. Для седьмого и восьмого вариантов. Сейчас подадим карту поближе. Пожалуйста, определяйтесь с вашим выбором. Будем смотреть. Итак, первый вариант. Стоит ли вам вкладываться в эту покупку? Перевернутая королева жезлов говорит о том, что нет. Почему? Потому что на текущий момент вы либо не собрали по ней всю информацию, то есть не владеете всем спектром знаний по данной продукции, либо данной опции, понимаете, это может быть абсолютно что угодно. Это может быть даже какая-то процедура, пластическая операция, все что угодно. То есть здесь вы не владеете информации. Соответственно, вы не понимаете, насколько это будут оправданы ваши вложения. А что вам по итогу это принесет? Здесь падает перевернутый туз мечей. Но мало того, что какие-то, знаете, опрометчивые решения, так еще и по итогу сожаления. Потому что перевернутый туз мечей, это когда вот вы на эмоциях, знаете, хоть карта-то не эмоция, но то есть вы спонтанно решили, покупку совершили, а потом жалейте. То есть из серии. А может нужно было повременить, а вот, знаете, ну чаще всего бывает. Вот, например, купили вы, спешили, да, чтобы деньги не пропали, автомобиль. А потом смотрите, оп, повышел здесь вариант какой-то получше, либо подвернулся получше. Поэтому карты здесь четко вам советуют о том, что, во-первых, соберите информацию, либо воспользуйтесь услугами людей, которые компетентны в этом вопросе, чтобы они помогли вам выбрать наиболее оптимальный вариант. Потому что если вы это будете делать с бухты-барахты, то потом вас может постигнуть просто-напросто разочарование. Для тех, кто выбрал второй вариант. Стоит ли вкладываться? Ну, перевернутое колесо фортуны говорит само за себя. Нет. Почему нет? Потому что для вас это будет пустая трата денег, времени, ресурсов, сил и так далее. Тут однозначный ответ нет. Вот видите, даже перевернутая восьмерка пентаклей, это просто, знаете, как карта крупной материальной потери. А сам по себе аркан перевернутое колесо фортуны говорит о том, что на текущий момент судьба не благоволит вам, именно этому приобретению. Либо вы слишком спешите, торопитесь, либо по итогу поменяете шило на мыло. То есть повремените. Вот в загаданные вами сроки, ну, например, вот вы себе поставили цель купить автомобиль в течение ближайшего месяца. Карты говорят, нет, не спешите. Может здесь еще действует парад планет, тот факт, что Нитун находился в козероге, да, и так далее. Но не совсем благоприятная для вас именно ситуация для осуществления данной покупки. Для тех, кто выбрал третий вариант, стоит ли вам приобретать, либо вкладываться. Вот перевернутая жрица, это когда тайное станет явным. А, как говорит карта, всплывет некая информация, которая, в принципе, заставит вас поменять планы. Ну, вот, например, если с позиции недвижимости. Вот нравится вам жилье, там, квартира, дом не важно, глаза горят, а потом оп, и выходят какие-то материалы, ну, факты, да, чтобы не все в порядке с документами, либо они какие-то такие соседи, либо в целом что-то не в порядке с самим жильем. И вот, как говорят карты, что здесь? Вот по перевернутой жрице, это либо поможет вам сбить цену и приобрести, потому что по четверке Пентакли, особенно это карта недвижимости, вы приобретете и приобретете выгодно. Но, если сможете воспользоваться всей той информацией, которую сможете разузнать, либо которая сыграет вам на руку. Это касается не только покупки, да, это может касаться, ну, я не знаю, каких-то там косметических процедур, еще чего-либо. То есть, чем больше вы владеете информацией, тем больше это играет вам на руку в финансовом плане. И самое главное, о чем еще говорит перевернутая жрица, стоит вкладывать за покупку в том случае, если это все прозрачно, без каких-либо мутных схем, систем откатов, скрытия, налогообложения. То есть, факторы-то разные абсолютно бывают, да, и зависит и от стоимости покупки, да, то есть, насколько масштабная ваша покупка. Но, тем не менее, если что-то значимое с позиции автомобиля, недвижимости, отдыха, абсолютно все должны перепроверить. Потому что это сыграет вам на руку, и тогда вы действительно своей покупкой останетесь довольны. Так, для тех, кто выбрал четвертый вариант. Стоит ли покупать? Ну, я думаю, карта говорит сама за себя, стоит ли вкладываться в десятки мечей. Карта краха, провала и поражения. Это, знаете, как сами себе вогнули нож в спину. Почему? Потому что пожил мечей, возможно, вас куда-то на покупку сподвиг, либо пытаются сподвигнуть. И вот вы сами себе здесь наносите вред. Ну, вот, знаете, вот, допустим, подружка вам там чем-то похвасталась, новым там дорогущим телефоном. Вам тоже захотелось, вы там на эмоциях залезли, там, в кредит, либо занимались денег, а потом, понимаете, и телефон там вам особо, например, не нужен. И не особо вас радует. Так еще и долгов куча. Так что, как говорят карты, переосмыслите, потому что паж мечей, это карта все-таки аналитики, анализа, сопоставления и правильных выводов. Ну, потому что по текущим картам, как говорят они, да, покупка вам это не особо-то и нужна. Для тех, кто выбрал пятый вариант. Так, перевернутый туз жезлов. Ну, смотрите, может быть, вкладываться и стоит, но тут такой момент. Эта покупка займет у вас много времени, сил, ресурсов. Это, знаете, когда последнее с себя даете, либо с себя снимаете. То есть, возможно, то, что вы идете на долгосрочную перспективу, и будет вас эмоционально изматывать. Но что вы получите по итогу? Перевернутая пятерка пентаклей. Внимание, вот если так, это карта бедности и кризиса, то в перевернутом положении, это преодоление финансовых проблем. Либо правильное решение, либо в целом, знаете, желание выйти из трудной ситуации. Сейчас объясню, как здесь может проиграться. Ну, например, если у вас стоит четко вопрос размена квартиры, как вариант, у вас там трехкомнатная, вы меняете там на две однокомнатные, доплаты, да, или что-то такое, то это стоит делать. Да, вы заморочитесь, но по итогу свои деньги вы не потеряете. Вы и решите проблему, и останетесь при своих интересах. Например, если это ипотека, да, высосет из вас все соки, но вы останетесь при своем, то есть вы останетесь с той целью, которую вы себе наметили. Поэтому здесь, ну, безусловно, взвесьте все за и против, перестрахуйтесь, но вы останетесь при своих интересах, то есть вы будете довольны результатом. Для тех, кто выбрал шестой вариант. Так, стоит ли? Не будет согласия. Либо вам партнер не даст согласия на эту покупку, если покупка крупная, либо в целом сам по себе процедура, там, купли-продажи, либо чего-либо, может сорваться в последний момент, либо же в целом передумаете. Да и, как говорят вам карты, вот видите, у вас уже, у вас две карты отбойственности, перевернута двойка кубков и двойка жезлов. Знаете, почему передумаете? А потому что найдете какой-то лучший вариант. Подбойки жезлов – это когда есть перспектива выбора. Чего бы это ни касалось? Покупка туфель, платья, дома, машины, отдыха. Вот вы, допустим, задумали себе одно, а потом раз, и действительно, ну, там, может быть, даже в последний момент вам подвернется лучший вариант, и вы остановитесь на нем. Поэтому, скажем так, первый вариант, который вы задумали здесь себе, вы на него не потратитесь, и будет неоправданно. А вот второй у вас пойдет. Для тех, кто выбрал седьмой вариант. Стоит ли вкладываться? Ну, карты говорят нет. По какой причине? Да потому что это подорвет вашу стабильность, и принесет вам разочарование. То есть, либо сама вещь прослужит вам недолго, либо, скажем так, хорошенько труханет ваш карман, но, скажем так, не будет настолько полезной, рентабельной, перспективной. Ну, это, знаете, допустим, купили классно дорогой телефон, не прошло и там дня, у вас его где-то украли, либо вы его разбили. Понимаете, вот из-за этого полное разочарование. Если это касается недвижимости, купили, а потом поняли, что, а, жилплощадь-то маловато. Ну, то есть, понимаете, что, допустим, всем будет тесно, и вам эффективнее было бы подкопить, подкопить и купить побольше. Потому что вот по этим картам, это, знаете, как желание поймать журав, ну, как бы, лучше как бы синиться в руке, да, чем журав в небе. То есть, лучше взять поменьше, а потом накопить и поменять. Карта, это вот неправильное действие, неправильная ситуация выбора. Здесь нужно вам действовать иначе. И последний вариант, стоит ли вкладываться. Карты говорят, что да, что это принесет. Единственное, сейчас уточним последнюю карту, перевернутый король кубков. Здесь может быть какой-то момент разочарования, если да, то с чем он будет связан. Так, здесь он может быть связан с тем, что, например, не одна вы этим будете пользоваться, тем, что вы приобретете. И это, скажем так, вас будет коробить. Ну, то есть, если купили себе какую-то плойку, то будут пользоваться и сестра, и мама, ну, либо ряд таких вот факторов. Но, в целом, я вам скажу так, покупку осуществлять стоит. Вы, поэтому, останетесь в выигрыше. Вот таким вот у нас сегодня вышел расклад. Отписывайтесь в комментариях, отыгрывается он у вас или нет. Ну, а я вас искренне благодарю за внимание. С вами была Ева Лекцер. До новых встреч. До новых встреч.